Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гриш. Напомню, подписывайтесь на нашу фан-группу ВКонтакте Димаш Дерс. Значит, свобода слова и только творчество. Вы знаете, такая новость неоднозначная пришла, но ее прошло уже более полумиллиона человек. Папа Римский избил женщин на праздновании Нового Года. Я когда прочитал, я подумал, что это какая-то шутка, но нет, есть даже видео, можете посмотреть. Папа Римский Франциск ударил женщину по руке несколько раз во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. На кадрах видно, можете посмотреть эти кадры, как женщина пыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый Год. Ну, то есть он шел с охраной, это ограждение, народ стоит, он идет, всем руку дает, ее, так сказать, трогают. Это тут какая-то женщина, она его чуть-таки схватила и чуть-чуть, так сказать, видимо, может быть, или сжала, или, может быть, ее там прижала. Но она невольно потянула, так сказать, его на себя. Но там непонятно, то ли невольно она потянула его на себя, то ли там невольно она потянула. Ну, факт в том, что она его на себя потянула. И, в общем-то говоря, догматы-то, догматы, то есть католицизм, православие, так сказать, догматы какие, ударили по одной щеке, подставь другую, да, вроде как так должно быть, тем более, что его никто не бил, там, я и говорю, такая новость специфическая, да, имеет специфику. Но, тем не менее, значит, весь вопрос в том, что она потянула его за руку, и он очень раздраженно дернулся в ее сторону, причем в ее сторону, и начал вот так вот хлистать по руке, понимаете, в чем дело? За злостью такой, знаете, прям злостью вот. И, конечно, понимаете, с одной стороны, я понимаю, может, он боялся свою жизнь, может, что-то там, охрана, все. С другой стороны, как бы, догматы-то Христа, они совершенно не о том, они совершенно не о том. Христа-то, извините меня, не просто по руке, там, за руку водили, его распяли, его там, что только с ними делали, и что он говорил, да, подставил щеку, ударили по щеке, подставь другую, понимаете? То есть, тут такой вопрос, очень-очень мне, я не очень понимаю, вот как к этому относиться. Мне интересно вот ваше мнение. Позднее, самое главное, что, значит, вот Папа Римский резко отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам, ну, избил ее. Сразу после инцидента в ситуацию вмешались охранники Папы, когда читаю, вмешались охранники Папы, знаете, как будто это клан Сопрано какой-то. Позднее понтифик извинился за свой поступок, он сказал, терпение это любовь, терпение это любовь, понимаете, да, то есть, отхлестать тетку. Иногда мы теряем терпение, как я вчера, ну, то есть, он признал поступок, это, конечно, безусловно, это всегда здорово. Значит, да. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример, за вчерашний плохой пример. Заявил он, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю празднования Нового Года. Ну, и вот комментарии, кто-то пишет, что, значит, она схватила его за руку, потащила, так сказать, надо было вообще по морде ей дать, он культурно поступил. Другой пишет, наоборот, что понтифик по церковным канонам должен был щеку подставить, не отбиваться, как драчун. Поведение церковной догмы в полном противоречии, сказки сказками о жизни жизни, большая разница. Ну, то есть, он имеет в виду, что рассказывает о догматах, так сказать, и учении Христа одно, а сами-то в жизни делают совершенно по-другому. Вот такие дела, ребят, всем пока, до встречи, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш фан-клуб Димаш Диарс, значит, это группа ВКонтакте. Я жду вас там. Всем пока, ребят, до встречи.